Добрый день! Сегодня с кубоидом компании VTD 3х3х11. Первая версия такого кубоида уже была у меня на канале. Там было достаточно длинное видео с полным процессом сборки. Очень хороший кубоид, продолжает меня радовать и по сей день. И тогда я сказал, что обязательно приобрету и вторую версию. Ну, это как раз она и есть. Коробочка точно такая вещь, как и у первой версии. Единственное отличие, здесь где-то указано, что это версия 2. Вот здесь 3х3х11 и 2 римская. Ну и здесь чуть пониже то же самое. Присмотреться, что это выглядит вот так. Все, больше отличий в упаковке нет. Напомню, что здесь открывается сзади головоломка, не как обычно сверху. Ну, достаем сам кубоид. Он в пластиковой вот такой штучке, которую мы помещаем обратно и коробочку убираем. Ну, код товара, видимо, W33112 термальника. Визуально мы видим отличие версии. Здесь средние слои. Вот эти элементы повернуты под углом 90 градусов. Что интересно, ранее от этого же бренда был кубик 3х3х7, который называли 3х3х7. Хотя, если следует такой же логике, то это будет 3х3х9. Но здесь почему-то его также считают 3х3х11, но версия 2. Ну, и некоторые люди писали под видео с первой версии, что если взять вот эти элементы с кубика 3х3х7 и поставить их сюда, то получим версию вторую. Да, это действительно так. Единственное, что в моей версии 3х3х7 вместо красного цвета розовый. Здесь такой темно-красный. Не подошло бы, но смысл, я думаю, сильно бы не поменялся. Так что, кто хочет сэкономить, кубоиды не такие уж и дешевые, можно поступить и так. Но далеко не у всех будет в наличии версия 3х3х7. Уже идет ко мне кубоиды 3х3х10 обе версии. И я жду не дождусь выхода в черном пластике 3х3х13 и 3х3х15. Пока они в каком-то там перламутровом не оклеены и продаются. Подождем немножко, оклеивать не люблю. Торопиться некуда. Тенденция интересная, качество кубоидов неплохое. Так что, будем ждать. Ну, давайте посмотрим, в чем же разница. Разница в том, что этот кубоид, именно вторая версия, перемешать будет сложнее, чем первый. То есть, если мы просто начнем перемешивать вот эти слои, то мы их перемешаем. Тут ничего удивительного. Даже будем делать двойные движения и перемешивать. Да, и первоначально нужно именно так и поступать для скрамблинга этого кубоида. Ну, какое-то время так поделав, мы замечаем, что вот эти элементы не перемешиваются. А их нужно перемешать, соответственно, с этими элементами. Причем, разницы между вот этим средним элементом и вот этим визуально никакой. Они абсолютно одинаковые. Так что, их можно менять местами. Это будет создавать какие-то здесь паритеты. И это будет интересно. Ну, вот, допустим, крайние четыре слоя с каждой стороны перемешаны. Как же теперь их перемешать вот с этими? Если мы просто поднимем вот так, то вот эти угловые элементы заблокируют движение и перемешать не получится. Я несколько раз уже собрал этот кубоид и придумал следующую схему. Мы вот эти вот элементы, а их получается, ну, четыре тройных, поднимаем. Получается на верхний слой, ну, и, соответственно, выпускается на нижний слой. Можно поднять только два. Можно все четыре, ну, правильно ориентировать. Не так важно. Но, чтобы вот это все вращать, нужно теперь ориентировать вот эти углы. Ну, мы видим здесь двойные глаза из простого кубика 3х3. Речь идет вот о таком алгоритме OLL. То есть крест и двойные глаза. Самая простейшая и легко запоминаемая форму – это фронт и три пиф-пафа. Да, и можно правильно ориентировать углы. Соответственно, мы делаем такое, либо что-то подобное сверху и снизу. В данном случае, вот эта передняя грань, фронт, три пиф-пафа. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. И фронт штрих. И мы видим, что вот эти элементы, как стояли, так и стоят, угловые, ориентировались правильно. Ну, сделаем то же самое с другой стороны. То есть фронт. Раз пиф-паф. Два пиф-паф. Три пиф-паф. И фронт штрих. И опять здесь все хорошо ориентировалось. Теперь можно перемешивать элементы со среднего слоя, которые у нас стоят, неперемешанные, с обычными ребрами. Все вращаем. И понимаем, что вращать мы можем все слои, кроме верхнего. Верхний вращаться не будет, так как вот эти элементы будут его блокировать. Ну, и со всех сторон перемешиваем. Опять же, вот этот слой тоже вращаться не будет. Немножко покрутим. Двойными движениями поменяем что-то местами. Так можно делать, пока не надоест. Ну, я стараюсь перемешать так, чтобы поменьше одинаковых элементов было рядом. Видим здесь два красных. Ну, зачем нам два красных? Нужно добавить каких-нибудь, скажем, синих. Вот здесь вот хорошее разнообразие, но здесь получилось три одинаковых, что не очень. Поменяем. Хорошо перемешанное куда-нибудь вниз отправим. Так, вот это, чтобы, ну, это тоже получше размешать. Вот так сдвинем. Добавим сюда какого-нибудь синенького. Уже неплохо перемешано. Опустим вниз. Сверху вот это вот можно лучше. Но лучше тут, ну, в принципе, как-то так. Вот что-то перемешано. Можно эти процедуры повторить еще несколько раз, но смысл от этого не поменяется. Ну, и дальше можно уже мешать как три на три. Неграничное, опять же, количество вращений. И я бы еще сравнил, как выглядят перемешанные кубоиды первой и второй версии. Например, решили бы в один день их оба перемешать, а потом как их отличить, какой и где. Поэтому я сейчас замешаю кубоид первой версии. С ним тут все просто. Вращаем слои. Как-то двойными движениями перемешиваем. Вращаем слои еще. Хаотично. Еще перемешиваем. То есть перемешать такой кубоид можно гораздо быстрее. Так. Ну, и когда нам кажется, что все уже хорошо, перемешиваем как три на три. Вот этот кубоид я вращал большее количество раз, и он вращается чуть лучше. Но со временем вращение улучшается. Ну, и вот. Два кубоида. Хаотично перемешанные. Как же определить, какая из них версия первая, а какая вторая? На вид они вроде бы одинаковые. Если я их несколько раз местами поменяю, сейчас, наверное, уже трудно будет сказать, где какая. Но на деле определить очень просто. Версия первая имеет плоские вот такие широкие элементы, квадратные, только белого и желтого цветов. На версии второй у нас есть центры, кроме белого и желтого, еще всех остальных цветов. Ну, и найдя квадратный элемент зеленого цвета, либо красного, либо синего, да и не только центра, но и ребра, цветов, кроме белого и желтого, мы понимаем, что перед нами вторая версия. Вот так. А если издалека смотреть, особенно как-нибудь вот так, то и непонятно, где какая. Ну, первую версию мы уже собирали, повторяться не будем, там видео на полчаса. Попробуем собрать вторую. Понятно, что здесь начало будет немного отличаться, вернее, сильно отличаться, а вторая половина сборки будет точно такая же, как на первой версии. Первым делом нужно собрать средний слой, тот самый, который ориентирован неправильно, то есть на 3х3х7, вот он. И для того, чтобы его собрать, нужно объединить вот эти вот элементы, то есть по три штучки. Этим мы и займемся. Но для того, чтобы их между собой как-то перемещать, нужно, опять же, что-то ориентировать. Способов, конечно, может быть много разных, но мне кажется, эффективно будет делать следующее. Просто поднимаем все вот эти 4 трехслойных ребра на одну грань, неважно какую, ну давайте, наверное, на какую-нибудь белую или желтую, чтобы было понятней. Вот одно, именно тройное, которое из 4 слоев нам не подходит сейчас. Второе тройное, можно их не все поднять, только часть, вот два есть. Ищем еще третье и находим четвертое. Вот оно. Понятно, что из-за того, что вот этот угол ориентирован неправильно, у нас сейчас поворачивать ничего не получится. Смотрим, можем ли мы что-то сделать здесь. Да, мы можем этот угол развернуть, но этот либо, если их будет больше. Здесь достаточно просто, раз вот эта верхняя грань, повернуть на бочок и сделать пиф-пафы. Ну, либо каким-то другим похожим образом. То есть, если это как бы желтый, желтый цвет, ну, или цвет, который должен быть сверху, то направлено назад нужно делать два пиф-пафа. Делаем два пиф-пафа. При этом у нас ребра остаются на месте, уголок ориентируется правильно, а то, что происходит здесь, нас сейчас не волнует. Теперь нужно поочередно собрать вот эти элементы. Смотрим, какой мы можем собрать. Собирается вот этот красный. Его просто отправляем куда-нибудь вниз, при этом стараясь как можно меньше углов неправильно ориентированных вернуть. Мы можем, к примеру, сделать вот так. Тогда придется два угла ориентировать. Это, в принципе, не страшно. Можно делать алгоритмы из Фридриха. Ну, если вот, к примеру, один уголок остается, мы опять же берем вот эту верхнюю гранью налево. Вот этот цвет смотрит вверх. Нужно делать либо четыре обычных пиф-пафа, либо два обратных. На сложных угловоломках я предпочитаю делать обратные пиф-пафы, если это возможно. Вот у нас опять все хорошо ориентировалось. Смотрим, можем ли кому-то еще собрать. Вот, собираем оранжевый. Пытаться собрать еще какое-то ребро здесь бессмысленно, так как мы это будем разрушать. Опять его отправляем куда-нибудь, заменяем на какое-нибудь правильно ориентированное ребро. И опять нам нужно развернуть один уголок. А нет, на этот раз два. Ну, если два, мы можем просто поискать какое-нибудь другое ребро. К примеру, вот это. Здесь все равно два. Ну и ладно. Делаем два пиф-пафа для этого уголка. Так, ну и два пиф-пафа для этого. И вот так по одному ребру мы сможем собирать. Смотрим, вот это синее. Здесь не соберем. Синих элементов нет. Вот это красненькое, наверное, сможем. Вот красное ребро. И нам для вот этого нужен оранжевый центр. Да, нам и синий был не нужен, а нужен был оранжевый. И тоже можно собрать. Так что неважно, на какой мы сейчас вот это поменяем. Меняем. И вот эти два угла удобно стоят. Правильно ориентированные. Поэтому просто дособираем вот это четвертое ребрышко. Главное следить, чтобы мы меняли собранные ребра на несобранные, чтобы вот эти вот не разрушить. Вот у нас получилось. Его можно никуда отсюда не отбрасывать, а с этой позиции сразу его ставить на свое место. Раз оно синее и оранжевое, должно быть между синем и оранжевым центром. Ну, ставим первое ребро, как нам удобно. Ищем следующее. Вот у нас красно-зеленое. Красно-зеленое должно стоять между красным и зеленым. Здесь у нас пока ничто не стоит. Так, поставили. Теперь вот это зелено-оранжевое нужно поставить сюда, да и не разрушить остальное. То есть, если мы поставим вот так, мы зелено-красное поднимем. Это нам не нужно. Поэтому можем как сделать? Отвести в сторону, подвернуть центр, поставить сюда ребро, зелено-красное в этот момент здесь, и вернуть на место. Ну, или сделать силуэтчхэймер, F'F, RF'. Вот у нас три ребра стоит на месте. Ищем четвертое. Оно где-то здесь. Поднимем для удобства наверх. Можно было просто перехватить кубик. Это можно поставить вот сюда. А, кстати, у нас синее-оранжевое развернулось из-за того, что я сделал двойной оборот. Поэтому давайте двойной оборот отменим и отсюда поставим вот сюда. Можно так. F, R', F'R. Ну, любым способом, вполне интуитивно, как это на кубоидах делается. Дальше идет классическая сборка 3х3 подобных кубоидов, где нужно сначала, опять же, ориентировать элементы, чтобы слои вращались, а потом уже собирать слои. Ну, первым делом ориентируем ребра, причем, неважно, какого они здесь цвета, видим здесь галку, делаем фронт, обратный пиф-паф, фронт штрих. Если вы узнали какой-то алгоритм OLL, можно сделать его. Но тут было понятно, что OLL неправильный, так что я решил сделать крест. Мог бы и крест не получиться. То есть, к примеру, если бы вместо вот этого элемента был какой-нибудь вот такой, то как бы мы здесь галки-палки не делали, ориентации бы у нас правильной бы не стало. Поэтому, если случается вот такая вещь, мы должны заменить неправильно ориентированный на правильно ориентированный. То есть, здесь нужно вот этот опустить куда-нибудь вниз и тут его поменять на какой-нибудь правильно ориентированный. Есть крест и мы видим, что вот эти уголки не получится развернуть правильно. То есть, мы сейчас не можем повернуть вот так вот на бочок, как до этого и вращать. Пиф-пафы до тех пор, пока они не соберутся. Они-то, конечно, соберутся, но здесь все размешается. Причем, вместе вот с этими ребрами. А этого нам не нужно. Здесь можно, конечно, пробовать их как-то менять, но мне больше нравится способ, когда мы переходим к другой стороне, пытаемся из нее что-то сделать. Ну, в данном случае опять же, сделаем галку для начала. Теперь видим что-то похожее на рыбку. То есть, здесь собираем ойлл до тех пор, пока у нас не появится вот такой тройной ряд. Когда он появился, мы просто вот это вот все несобранное меняем вот на такое. То есть, вот эти два угла стоят некрасиво. То есть, их пиф-пафами либо ойлл алгоритмами не развернуть. Мы их просто отправляем вниз, а внизу меняем на все уже собранное. Таким образом, у нас и здесь становится правильная ориентация классических случаев. Ну, а здесь остается дособрать ойлл. Классическая рыбка. Либо пиф-пафами здесь уже можно. И вот, после этого у нас собран средний слой. Остается по четыре слоя собрать сверху и снизу. Собирается это будет точно так же, как на кубоиде 3х3х1 с версии 1. Да и на любом обычном кубоиде. Подробно останавливаться не буду, вкратце покажу. Я обычно собираю сначала белую сторону, и начинаем как обычно с ребер. Смотрим, здесь есть синяя, не хватает одного синего элемента, его нужно где-нибудь добрать. Видим его здесь. Отведем в сторону, опустим вот это синее ребро сюда, дособерем, чтобы все четыре были синих, и поднимем наверх. Сейчас мы не следили за место расположения вот этого ребра, но как только мы первое собрали, нужно поставить его рядом со своим центром. Дальше у нас сверху белых нет, ищем их снизу, видим оранжевое, ее проще всего собрать. Да, конечно, можно в одно движение поставить наверх, но тогда у нас вот это нарушится. Этого нам не нужно, отведем в сторону, опустим место, вставим сюда ребром и поднимем. Аналогично соберем остальные. Видим, что зеленые легко собирается, опять же, отводим в сторону, подводим место, вставляем, поднимаем. Ну и красные. Здесь все достаточно интуитивно, просто повторяем те же действия. Все, белый крест собран, переходим к сборке углов, ищем их снизу, помним, что вот отсюда мы переставляем элементы вот сюда, и нужно найти, чтобы вот этот цвет совпадал, а вот этот не совпадал, то есть вот это зелено-оранжевый нам не подойдет. Ищем еще зеленые, больше зеленых нет. Возьмем другой цвет, это оранжевый синий. Вот примерно так должно быть. Оранжевый совпадает, зеленый не совпадает. Поищем его друзей. Здесь есть, конечно, но я так не люблю собирать, люблю когда подряд. Посмотрим еще. Синий красный, вот синий оранжевый, еще синий оранжевый, так, синий оранжевый сверху, к сожалению, только два. Я не буду сейчас вот этот синий оранжевый туда отправлять, чтобы потом не вставлять отдельно средний. Хотя это тоже можно, просто я максимально непохожий элемент сюда подберу, вот оранжевый синий, но в другой ориентации. Он явно не отсюда. И какой-нибудь желтый. вот эту компанию отправим вот сюда. Ангаритм тот же R2 U L2 U R2 U L2 U Вращая сразу четыре слоя, вот два элемента встали на место. Переходим дальше. Красно-зеленые так нам нужны какие-нибудь синий красный. Вот такие вот элементы, но их здесь нет. Один здесь находится, другой где-то еще нужно искать. Не пойдет. Вот, зато здесь пачка зелено-красных пришла, зеленый совпадает, оранжевый, красный нет. И смотрим, есть ли у нас такой же, такого же нет. Но это уже неплохо. Поставим их на место, к ним подведем сюда желтый. Можно было, конечно, отсюда бы выбить элемент, но давайте пока так. Вот эти три отправляем вот сюда. Тот же алгоритм. так, здесь хватает только вот этого элемента, который должен стоять вот здесь. Смотрим дальше. Мы постепенно оттуда достаем какие-то элементы, поэтому каждый раз нужно проверять, не появилось ли что-то новое. так, оранжево-зеленый есть, еще пятен только один, потому что вот это на месте здесь находится, не очень хорошо, но у нас есть оранжево-синий, судя по всему, тоже нет, ага, он там. некрасиво, давайте, знаете, что сделаем, выпьем вот отсюда элемент, для этого соберем вот эти элементы точно не должны стоять здесь, мы отсюда достанем и оранжево-синий, зеленый-оранжевый, и все будет потом легко. так, ну и теперь вот у нас компания оранжево-зеленых подобралась и ставим их сюда. Тем временем должен был освободиться оранжево-синий, вот он, ставим, чтобы синий совпадал, оранжевый нет. И вот сюда вращать будем уже только два слоя вот этих крайних. Здесь два снизу, здесь два сверху. Алгоритм тот же. Итого у нас уже собраны два угла, смотрим остальные. У зеленого-красного не хватает одного элемента. Он как раз вот здесь. Здесь один элемент стоит не на своем месте. Поэтому предлагаю отсюда все достать. Вернее, синий-красный стоит на своем месте, но не хочется отдельно вот эти три переставлять. Поэтому мы отсюда все достанем. для этого синий-красный, зелено-красный. Ну, вот эти вот зелено-красные явно не должны тут стоять. Так. Вот у нас отсюда все освободилось. и зелено-красный ставим сюда. Здесь только один слой будем вращать. Так. Ну и остается собрать вот этот вот уголок. Это получается белый-синий-красный. Для него все должно быть уже здесь. вот он. Опять тем же алгоритмом отправляем его сюда. Так. Половина готова. Переворачиваем. Начинаем здесь собирать. Как я уже рассказывал, мне больше нравится собирать сразу все свои одновременно. Сначала углой, потом ребра. ищем глаза на каждой стороне. Здесь есть зеленые глаза. Здесь синие глаза. Это одинаково цвета углы. Здесь глаз нет. Здесь глаза есть. Если глаза есть, располагаем их слева. Если глаза имеются только с одной стороны, с другой быть не должно в этот момент. Если глаз нет, то располагаем как угодно. Но если у нас есть слой, где глаз нет, а сверху есть слой, где глаза есть, для того, чтобы не делать лишний раз движение, мы ставим глаза не так, как нужно, влево, а в любую другую сторону. Либо к себе, либо назад. Для того, чтобы у нас этот слой не собрался, и вторым заходом мы эти два слоя одновременно собрали бы. Делаем Т-перм для кубоидов. R2 U R2 U' R2 U' D R2 U' R2 U R2 А здесь D' У нас получается углы этого слоя собрались. Здесь подворачиваем, собрался вообще весь слой. здесь появились глаза, вернее, они остались, а здесь глаза появились. Соответственно, за второе применение алгоритма Т-перм мы соберем углы вот этих верхних двух слоев. Ну, повторяем, но вращаем только два слоя и сверху и снизу. R2 U R2 U' U' R2 U' D' R2 U' R2 U' R2 и доворот D' Подворачиваем все углы просто так для красоты. Видим, все углы собраны. Остается расставить ребра. Рассматриваем каждый слой в отдельности. Вот этот низший слой, ну, или первый слой над центральным. Здесь нужно переставить два элемента, это, соответственно, паритет. Оставляем на потом. Второй слой от серединки собран. Третий слой нужно переставить три элемента. Четвертый слой нужно переставить четыре элемента. Ну, соответственно, делаем алгоритм для перестановки ребер против числой стрелки. Собранную сторону ставим сверху. Второй слой сверху сейчас рассматриваю. Ну, а на верхнем ряду как-то там что-то переставится. Сейчас пока неважно. Делаем алгоритм F2 M2 D, но одним слоем, который мы рассматриваем. Второй сверху. R2 D' и повторяем M2 D R2 D' D' и отменяем F2. D' мы видим, что у нас второй, третий слой сверху уже собрались. Так, верхний слой я очень неудачно поставил, к сожалению, и у нас ни один элемент на место не встал, не проследил, поэтому придется сейчас дважды алгоритм делать, но ничего. То есть, только для верхнего слоя делаем еще раз этот же алгоритм. он переставляет ребра против часовой стрелки. Вот эти три. Сейчас у нас не соберется, поскольку все ребра не на месте. Но придется делать дважды. F2, M2, D, R2, D'', M2, D, R2, D'. То есть мне на предыдущем алгоритме надо было подвернуть верхний слой так, чтобы у нас одно ребро на место встало. Так, ну и сделаем, наверное, зеркальный алгоритм. Хотя видим, что здесь нужно по часовой стрелке. Немного видоизменив алгоритм, который я сейчас показывал, можно переставить и так. Ну, чтобы не ошибиться, я сделаю зеркально, как обычно делал. Хотя тот способ тоже эффективен. Его мне подсказал в комментариях один умный человек. Раньше я так не делал. То есть делаем все те же самые движения, но и зеркально. F2, M2. Делаем D'', L2, D, M2, D'', L2, D. Ну и у нас собрались все свои, кроме паритетного. Ну, чтобы собрать вот эти оставшиеся два ребра, мы будем выполнять, по сути, тот же алгоритм, но менять будем вот это ребро, это ребро и вот это. Для этого мы сдвинем, чтобы это, это и это менялось. А вот это заменим вот на это. Сделаем F2. И, соответственно, с этого положения мы должны это, это и вот это поменять. Мы делаем тот же самый алгоритм, ну, не зеркальный, а прямой. И вот этот ход F2, получается, мы должны отменить. Если я сейчас все отмотаю обратно, то, по сути, получится форму для паритета следующая. Мы просто вот это сдвигаем, получается движение U'', и выполняем алгоритм для четвертого слоя. M2D, R2D', M2D, R2D', и в конце остается делать доворот U. Не трудно догадаться, что если нужно переставить противоположные ребра при помощи нехитрых установочных ходов, можно провернуть аналогичную комбинацию. В видео с первой версии я это показывал, кому интересно, посмотрите. Очень хорошая головоломка, да, уже не дешевая. Не менее интересная, чем первая версия, но единственное, что может огорчать, то, что его слегка нудно перемешивают. То есть нужно что-то там ориентировать и тратить на перемешивание дополнительное время. Но зато собирать тоже интересно. А если не потратить на перемешивание время, то собирать будет, конечно, скучно. Покупать ли обе версии решать, конечно, вам, но я куплю версии 3х3х11, 3х3х10 едут, и когда выйдут 13х15, не знаю, если они не будут заобучены дорогими, то куплю. Кроме того, постараюсь, нужно собирать классический кубоид с кучей слоев. Тоже приятно, медитативно, очень расслабляет и приносит удовольствие. Ну, соответственно, это для тех, кто любит головоломки. Качество вполне хорошее этих кубоидов. Всем рекомендую. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.